Медленный, но последний день можно последний добавить. Последний. Все здесь вы понимаете, что кто-то дольше, кто-то не успевает загрузиться здесь, кто-то дольше. Кто-то делает безуглеводку только один день, потому что начинает цикл ценности. Но вполне два дня для того, чтобы выжить полностью гликоген, и для того, чтобы его полностью восполнить и перевосполнить, нужно еще два дня. Чехи, вот эти чехи-словаки, у них вообще 24 часа загрузка, 24 часа безуглеводка. Что? Сейчас. То есть вот то, что по питанию, по воде. Вода, исключаем в субботу. Это может быть на 400 грамм углеводов. Ну, зависит будет от веса от вашего. Если больше 100, то, естественно, не больше. Это так, средний, 75-80 грамм. Где-то 800 воды. И чтобы вот эти углеводы усвоились с 2 грамма на 1 грамм. Здесь тоже, смотрите, сколько. Здесь можно побольше. Здесь уже у вас... Здесь тем более, да, когда углеводов нет. Ну, прям вот, когда белка много. Углеводы снижаете, а белка увеличиваете для того, чтобы сохранить калорийность и не пролариться по мышцам по весу. Если углеводов 0, вы помните, у вас было, например, 2,5 белка. У углеводов, скажем, 1,5. 2,5 жира на 7, по калорийности 10, да? 10, ну, скажем, 6, 3, 7. И на ваш вес, ну, скажем, на те же 8 калорийности, да? Считаем? Калорий столько. Ага. Здесь мало калорий. Ну, после. Ну, еще где-то. Ну, приблизительно, вот, калорий совсем получается немного, да, я насчитал. Ну, пусть будет полторы. И вот, чтобы эти полторы сохранить, вам надо увеличить количество белка, количество жира, чтобы выжить гликоген. Гликоген убираете и восполняете эти калории белками и жирами. Тогда не будет. За счет гликоген, не надо пилот, да? Что делать? За счет пилота. Не успеваем. Четыре дня нужно. Сырой-то, не стоит. А? Сыром. Ну, как хочешь, не знаю. Состав продукта же сыром. Там лица вот эти все. Сухой рис, или там все равно. Ну, если группа, да, в сухом, конечно. То есть, по питанию понятно, по воде, для того, чтобы вы нормально себя чувствовали, когда у вас белка, потому что белка надо много здесь. Если обычно у вас два с половиной грамма, сохранить эту калорийность вам надо, там, четыре. Ну, и обычно, не знаю, там, четыре. Если всегда три, то здесь больше, а здесь может быть, там, пять и шесть. Потом вы перестаете пить, и тогда выходит. В воде понятно? А можно еще про воду, по-другому? То есть, как слив воды, как слив? Как слив воды? Вот у тебя... Ты всегда пьешь три литра, как мы договорились. Когда у тебя без углеводка, ты пьешь больше воды. А когда загружаешься, пьешь меньше воды. Получается, да. То есть, то, что ты принимал, она у тебя выходит. Это необходимо для того, чтобы углеводу устроить. То есть, а мышцы наполняют себе вот ту воду, которая необходима, а у себя остальное не сливается. Но если плохо сливается, то можно добавить или, как он там называется, канифром. Очень главный чай. Ну. Ну. Плувина, терапия, как бы напомнить. Чай, чай. Пурологический сбор. Пурологический сбор. Что такое? Пурологический сбор. Ну, если да, если не против, у меня просто бочка одна. Я недавно узнал, что одна бочка. Мне было 35 лет, я приехал на обследование, и мне этот препарат вводит вот так вот. Говорит, что-то мне ваши почки не нравятся. Я говорю, в смысле не нравятся? Я говорю, я ее не вижу. А я до этого, у меня у всех там проблемы после гимнастики с почками. И я ей такой, я тебе свою почку отдам, типа. А потом приезжаю, слушаю, говорю, не выйдет ничего, не получится. Поэтому с мастер-гонкой, так, на вы их сильно. Ну, просто и видел этих ребят, которых ты сводила и помирали. Тогда Юрка, помнишь, по фитнесу выступал? Не помню, помню. Ну, он прям лежал, он прям убер. Вот это вот, там, 5-5, прям, фуры, ну, что-то. Ну, то есть он наставил себе 8 килограмм. Для выступления нужно было, например, там, 73, а он за неделю весил 81. Ну, вот я говорю, что постепенно надо готовиться и продадить вес, чтобы не было такого. И он, ну, просто, просто умер после выступления. Ну, и вот это вот, и брод-брод, и... Да, я с молекомом за вас был. И если, да, 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 если мастер-гонка все-таки, то вот эти схемы, что-то там, не помню, сколько миллиграмм, ну, скажем, там, 20-40. Я не помню точно, это просто приблизительно. И постепенно увеличивается количество миллиграмм, ну, вот эти калийсберегающие препараты, там, или даже спирал, или какой-то есть, цветновый, не помню, как называется. То есть калийсберегающий, то есть минимальный вроде такой урон организму приносит. И здесь надо исключить, и потом, если вы не живете, не продолжаете есть гублеводы, то, в принципе, вода тоже так постепенно сливается. Пару не держится после гублеводов, а потом уходит, если не есть сладкое, соленое, все до зря. Ну, еще раз возвращаясь, чем меньше стресса у вас дует, постепеннее вы подготовились, тем плавнее вы можете выйти из этого. Тренировки снижаете, еду постепенно, расслабляете. Ну, и избегайте вот таких там жестких препаратов, которые совсем в воду выводят. Это не даст ничего хорошего. То есть это просто мышцы становятся меньше, и вид такой становится нездоровый, и глаза бешеные, ну, как-то вот самочувствие не очень. Поэтому, если вы уже принимаете препараты ночегонные, то это совсем слабые, самые слабые, как изберегающие, современные, вот этой последней версии. И постепенно увеличиваете, и потом прекращаете. Многие продолжают, вот они выступили, ой, продолжают жрать, отекают, ноги не вырезают в красоты, и не продолжают ночегонить. Некоторые подсаживаются и делают это вообще постепенно, ну, постоянно. Особенно девочек касается, тем, что сумасшедшие. По воде понятно. По позированию. Позирование больше и больше, и позирование 3 раза в день, 15 минут. По исключению, что мы убираем? Убираем. Ботеин понятно. За где-то 3-4 дня убираете ангелисклот, и все. Потому что они там уже не нужны. А воду могут задерживать. Витамины убираете. Ну, в принципе, все там убираете. Там уже чуть-чуть. Все там может оставаться. С можно оставить. Жирные кислоты нужно оставить обязательно. Напомните, спортсмен. Магний, марний. Давно не уступал. Магний, калий, бавритер. Здравствуйте. Магний, добавляйте. Да. А соль не убирает? Соль некоторые вообще не убирают. Помните, у нас приезжал Денис Вольф, Мартинес. Они вообще не убирают. Ну, у нас принято убирать. Убирать воду где-то здесь надо. Дня за четыре. За три, за четыре. Не раньше. Простая вода, пробовал дистиллированную. Как тряпка. Прям не было в этом. Чувствовался не очень. Простая вода? То, что для детей, когда ее самая плохая вода, подсоскал. Он просто фильтрованный. Естественно, она только убирает все самое лучшее. Когда на кухне проверяем. Нормальную воду. У меня был дикий, я ездил в холодильник, привозил. Ну, знаешь, как святой источник. Да. Ты любишь пожрать, я с ним. Я же говорю, жир не убираю. Вот сколько у тебя было там грамм на килограмм. Увеличение на безуглеводке. На загрузке, ну, не знаю, не пробовал. То есть, по мне, так задача стоит. Углеводы, как гликоген, напомнить, чтобы вот этот дождь. Гликоген как раз дает прибавку, там, где-то, 3-5%. Помощь. А жир для чего? Не знаю. Чем? Жира? Не слышно. Тренировку мы за сколько убираем? Ноги просто. Те, кто ноги показывает, ноги перестают начать за 7-9 дней, чтобы расслабить и вот этот рельеф, и вот глубина. Заднее бедро, ну, где-то за 34 дня исключаем. На безуглеводке, естественно, надо такие тренировки делать, чтобы гликоген убрать. Поэтому, просто много-много-много повторений, много движений. Я так делаю. Если ты вызываешь гликоген, для того, чтобы его перевосполнить, тогда появляется эффект вот такой налитости, наполненности. Напрягаешься, у тебя еще больше. То есть, ты в сравнении стоишь, и еще лучше становишься. Кардио не нужно здесь. Кардио на безуглеводке где-то нет. Здесь кардио обычно все с ногами связано, поэтому тоже исключаешь. Потому что вот эта новая кардио, она тоже говорит отечность на ногах. Там где-то за 5-7 дней уже убираешь. Гормон тоже по неделю. Но у кого-то вот быстро взрывается, у кого-то держит воду. Тоже там, посмотрите, если гормон снимает. Неделю в среду. Дим, ты именно это имел в виду под натуральной подготовкой? Под натуральной? Да, за неделю убрать. Все понятно? Я же говорил, все просто. А если допустим, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. А если следующая неделя, то опять есть? Опять выход. Тогда начинку убирайте, не надо. А все, если схему убираете? Все, в принципе, то же самое. Но ваша задача только прекратить есть углевод на следующий день. А две задачи больше убирать? Ну, вот ты эту схему прошел. Если будет мочегон, то организм не сможешь. Или надо будет дозировку повышать. Это увеличит риск какого-то срыва. Или по иммунке, или по травме, или по органам, по желудку. Ну, а все остальное вроде там так же. Ну, естественно, почему пик, если вот говорить о тех, кто занимает. То есть, ты, если убрал все, что задерживает воду, в том числе препараты. То есть, получается, что ты убрал за две недели или за три. Если ты такой шпик сделал, то вот и сделал пик. А если ты вот несколько турниров, то, естественно, ты продолжаешь. И вот эти вот короткие препараты, которые позволяют нам не сильно воду задерживать, но все равно это будет вот прослойчивая пленочка. То есть, чтобы вообще избавиться от воды, надо все исключить. Ну, у кого вот как подходит, просто некоторые, знаете, делают за несколько недель, например, к выходным небольшую загрузку. То есть, снижая, снижая, снижая пуглеводы. И к выходным небольшая загрузка. Там, пробуешь, там, одну неделю пробуешь рис, другую неделю пробуешь гречку, третью неделю пробуешь фрекции. И то, что вот у тебя хорошо усваивает за то, что дает наполнение, то и применяешь. Непростые. Риф, гречка, овсянка, все там, круглые какие-то, хлебцы. А если миксовать, то, пожалуйста. Или даже зефир, то, пожалуйста. Ну, перед сценой мед будешь потеть. Зефир будет, только живут. Ты никогда не ел, ну, сладко, не никогда, но несколько месяцев не ел сладко. И пил воду, понимаешь, что у тебя вот этот кусок сахара просто будет неприятно на желудке, а то, что наполнит не хватит. Некоторые вот, что-то сладкую воду какую-то за, там, полчаса, за 15 минут до выхода, начинают или кока-колу, или какой-то га-дрейт, или энергетические напитки. И вот это дает небольшой такой памп улучшать, как бы, перед тем, как ты идешь на сцену минут 15. Ну, а в общем, у меня все, давайте. Про тренировку, ну, чего? Ты где была сейчас? Расскажите потом, девушка. Когда ты все правильно делаешь, ничего не бывает. Бывает, когда ты перестарался. И так какой-то косяк с водой, с углеводами, с препаратами. Не поел кальций магний, будет сводить. Пережрал, будет сводить, ничего себе. Мочегонку сделал, будет сводить. Передозировался, будет сводить все. В том числе и сердце. Давайте по очереди. Доксан задерживает воду? Не знаю, я не... Убираю. Соль? Я не говорю, что я вставляю. Я скажу, убираю соль. Некоторые атлеты не убирают. Ну, наверное, мышечная масса, там, 120 кг, позволяет им не убирать соль. Эти, там, 2-3 грамма, которые они получают с пищей, они никак не влияют на их форму. Все. У меня был опыт, когда водокаминокислоты, ближе к соревнованиям, еще больше, я понимаю, что они не сохнут. Вот, то есть не то, что не сохнут, но вроде уже все должно быть, вот, супер, а я напрягаюсь, меня ребенок, понимаешь? А ничего, кроме аминокислот, не было? Значит, что-то, кроме аминокислот, в том порошке было. Наверное. Так. Дилер проделался. Если вот несколько тренований, получается, вот, приступил одну неделю, где идея следующая, по тренировке, что я сделал? Качаться. Качаться не пробовал? Все, ребятки, давайте. Мы сейчас поедем пару хороших джим, да? Да. Фотографироваться и можешь потренироваться, еще успеем. Передаю слово вам, господа. Санислав Зайнилок, мой соперник, друг, товарищи, мотиватор. Спасибо за приглашение. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.